всем привет ребят ну что вот обнова на китайке уже прошла скажем так частично успешного есть свои плюсы и минусы которых я хочу поговорить что нас ожидает на русском сервере что надо делать чего не надо делать что нужно уже сделать возможно потому что после обновыва этого сделать не сможете и мы сейчас разберем более-менее обновление я уже как бы плюсы и минусы уже заметил однозначно есть очень много плюсов но есть очень много минусов все это связано с стражами то есть у нас добавили в игру стражей да у нас есть три фракции вроде казалось бы это все круто но это не очень круто ребят потому что вот эти три фракции да они крутые они дают там бонусы их прокачивать можно но во первых на них надо очень много ресурсов если вам там на арты в районе там 200 тысяч нужно было подкопить то на этих там не знаю в районе полмиллиона орденов на каждого то есть это еще один скажем так минус потому что вы не сможете быстро их прокачать силу вы потеряете если вы зайдете сюда как я сделал но я сделал это потому что мне надо было сделать для вас обзорчик возможно я думаю скорее всего это все пофиксит просто берут автоматом силу у всех и вам в любом случае придется забрать отсюда сортов плюшки но первое время можно не забирать посмотрим как оно будет потому что ваша сила там упадет на 9000 это уже скажем так это минус плюс да у нас появились новые как бы интересные бонусы для героя все круто никто не спорит но есть одно но и очень большой если раньше мы выбирали сами какого героя героя вы хотите использовать каком арте под определенную локацию то сейчас нас уже в этом ограничили и вот для каждого стража есть свой герой и это ребята очень скажем так печально потому что вы не сможете как раньше проходить те же самые подземки какие-то локации с определенными героями определенными талантами с другой стороны до этого облегчило у нас возможность не надо переставлять их все они будут стандартные у всех но это большой минус например проходить подземки те же самые волны там пвешные локации то даже пвп локации битва гильдии я вообще не знаю как будет теперь происходить потому что тех кто бегали минотаврами ироненами теперь не смогут так и их использовать минотавр вообще без урона теперь находится к стан будет проходить если ну то есть вариантов очень разных много теперь придется подбирать какие-то таланты кита чары созвездия для этого всего ну то есть намного сложнее в этом плане стало опять же это все вливается там в донат то есть обычным игрокам это будет еще намного сложнее с другой стороны у вас все герои уже в артах фракции то есть нужно только там прокачка и все а по поводу стражи опять же активация происходит при наличии там большинства героев то есть вас сейчас я покажу вам как она отображается вот у меня страж есть 21 уровень прокачанный за счет того что у меня герои одной фракции то есть красных сейчас у меня больше да то есть он активируется активация его там приз происходит при атаке зданий то есть да вот они бьют здание он активируется со временем то есть опять же не будет у вас у вас чуть цели у вас не сработает он тоже как бы плюс минус ну как бы это такое но у вас не будет работать страж если у вас героя допустим с разных фракций там и нету большинства уже минус потому что герои разные используются на локациях например на новой локации там вообще бредня плюс против каждого стража есть страж который его убивает и которого он убивает то есть взаимодействие бы так сказал вот у нас есть 3 фракции треугольничек и каждый допустим там этот ангел да там убивает критово критово убивает дерево ну в общем такого плана то есть она для этой локации в большинстве создана но опять же это надо иметь прокачки героев иметь определенных героев и не факт что они вам помогут потому что я прохожу разными героями я не активируете тотем а получается на битве гильдии сейчас будет опять трешно забытый будет треш в общем на всех локациях то есть это один из основных минусов на сегодня этой обновы да было круто с артами их убрали сделали нам крутых стражей но у нас убрали возможность выбора возможность выбора это было основное битве замков потому что вы могли как-то варьировать теперь вы этого сделать не сможете придется определять определять определенные герои вине факт что они будут тащить новая локация кто смотрел стримчик мы проходили там почти 5 или 6 часов с 21 по 26 реально крутая мне она понравилась куча треша куча мата бомбила ну круто за это отдельный плюс я думаю это будет плюс для всех будет интерес к игре это не подземки которые можно на раз-два пройти и кстати я не знаю как сейчас будут подземки для многих проходится потому что очень много вопросов есть по поводу страджи обновление талантов однозначно плюс какие нам героев раз в сутки это да новая судьба честно говоря как бы чисто для прокачки никакого смысла она не несет кого-то качать я бы вам даже не особо советовал ну асура там ронину в эти герои в ронина вы вкачаете у него будет больше урона и опять же как с ронином сейчас бегать тоже неизвестно потому что очень много вопросов будет в общем посмотрим но хотя родин вроде в своей фракции как видите зелененький то есть он будет себя хилить но блин надо под него собирать героев чтобы активировался то там в общем вот так много-много непонятных вещей я не знаю почему они не сделали возможность выбора но это очень плохо возможно это пофиксят пишите в коментах что вы по этому поводу думаете так что у нас дальше еще такого интересного ну бабка блин это я показал обзоры вам еще по записываю просто огонь герой однозначно смысл качать есть блин трэш разные сборки вариаций за это отдельное спасибо то есть не стандарт и бездонатный думаю многие оценят кто выбит скины героев пока к сожалению на китайке как обычно не добавили я их быстрее на ру соберу покажу фрей однозначно плюс посмотрим как будет анимация уже в бою ну думаю это будет очень очень интересно так что у нас еще интересно она пофиксили у нас там архидемонов умения суры переключения в общем добавлены места на складе но самое основное что я вам хотел показать то есть стражи это очень круто спасибо но вы нас лишили выбора талант не талантов а артов убрали арты соответственно убрали 9к силы это немало ребят это дохрена я вам скажу поэтому не скидывайте сначала не гонитесь за теми орденами все равно вы стражи не прокачаете на максималку там минимум полмиллиона надо и куча разных камней для того чтобы его вкачать поэтому не спешите побегайте пока 9к силы вы не наберете на стражах я скинул у меня бы сейчас допустим было там и 2034 там а 245 это тысяч силы я бы мог следующий титул взять и из этого как бы титул не возьму но это не печально это второй аккаунт на основе этого делать не буду когда пофиксят это будет видно уже как она все произойдет но в любом случае блин стражи классно круто дополнительные характеристики возможности но опять же ограничения в выборе это блин я столкнулся с этим это мне очень не нравится посмотрим как вечером будет происходить битва гильдии сегодня я специально потестирую минотавра хочу посмотреть героя опять же вы не сможете там выставить любимых своих героев да там у меня допустим давайте так посмотрим big food стоит да надо финна на огнекрыл совсем другая фрея нету смысла ставить дальше смотрим кого еще используем анубис крит ворожай крит на крос крит но вот критовые можно будет в принципе собрать как вариант но опять же это их трое 3 афина совсем другая вот видите то есть теперь придется как-то нового варьировать и собирать разных то есть она все в разброс если мы привыкли что у нас дав там определенные герои и мы могли выбирать какие-то арты теперь блин хрен там то же самое на атаку вы не соберете героев атакующих таких каких вы хотите допустим там бегают давайте так атланта поищем где там атлант у меня атлант на крит собран да он и вот у него плюс ему стану дальше кого вы еще на атаку возьмете но ворожай анубис 3 допустим пусть будет минотавр совсем другая фракция огнекрыл другая ну в общем блин все так в разброс на красном есть но это опять же я говорю за тех кто донат на этом с донатом еще как-то более-менее для обычного игрока теперь собрать атакующую фракцию если он попадет еще на противоположную фракцию это будет вообще просто жесть я не знаю ребят честно говоря посмотрим уже на русском сервере как это все будет воплощаться то есть у меня там герои лучшие прокачки но здесь я уже столкнулся с этими проблемами здесь аккаунт тоже донатные я не знаю что будет у без донатов в общем нереально их во первых прокачать нереально этих стражей на максималку сначала то есть там одного надо качать потом другого и блин ну не знаю как-то ожидалось все таки получше да крутая обнова ожидал что это будет супер но меня бомбило круто на новых там на новой локации это плюс но блин вот это вот что они сделали я не знаю пишите в коментах что вы думаете по этому поводу вы с этим обязательно столкнетесь я просто вам рассказал чего ожидать просто не знаю знаете так вот вроде круто круто все потом проходит день 2 ты уже поиграл посмотрел это все и понимаешь что блин вот ввели что-то в игру она была сделала еще в какой-то степени вроде и круто но хуже блин ну не знаю вот так вот все пишите коменты ссылочка на не крыло в описании и ждем обнову на русском всем удачи всем пока